Добрый день, уважаемые подписчики моего канала! Сегодня я хотел бы рассказать вам о принципах масляной живописи, о том как мы начинаем работать этим материалом, о тонкостях наложения слоев, о системе ведения масляной живописи и о смешении масляных красок, как получать тот или иной цвет относительно увиденной нами натуры. Начнем мы с композиции холста, с того, как мы делаем контурный рисунок, продолжим по системе ведения работы от темного к светлому и как окончание это будет акцентировка, детализация и высветление нашей натуры. Буду писать небольшой маленький натюрмортик с яблоками и грушей. На примере простых предметов проще объяснить принципы, проще объяснить всю систему ведения работы от рисунка к окончанию. Итак, перед нами небольшой холст. Первое, что я делаю всегда в своей работе, это делаю контурный рисунок. В помещении, где больше теплых оттенков, я рисую теплой краской. На пейзаже на натуре, на пленэре я рисую холодной краской, преимущественно синий. Я беру коричневую краску, развожу ее разбавителем до жидкого состояния и делаю контурный рисунок наших предметов, стараясь соблюдать все изгибы и все тонкости натуры. Если в вашем распоряжении достаточно большое количество времени, я рекомендую сделать контурный рисунок не краской, а тушью, как делали старые мастера времен передвижников. Тушевый рисунок, он не проникает через масляную краску, через масляные слои наверх, но по нему достаточно комфортно и достаточно удобно работать. Он просвечивает под тонкими слоями масляной живописи, давая возможность соблюдать все контурные основы и все хитросплетения формы, не нарушая изначального замысла. Сделав контурный рисунок, мы можем уже посмотреть, нужно ли нам сдвинуть вправо или нужно ли нам сдвинуть влево наши предметы. Основная ошибка, когда начинают рисовать или писать свою работу с пятна, не попадая в абрес нашего пятна, приходится художнику двигать уже готовое пятно и это зачастую приводит к ошибкам, к сгрязнению и к большим трудностям в работе. Поэтому я рекомендую делать любую работу с контурного рисунка, его достаточно легко можно передвинуть вправо или влево. Очень важным моментом в масляной живописи являются слои. Три базовых слоя масляной живописи выразил в своих теоретических записях еще частяков, учитель наших передвижников, называя их толстая на тонкая, тонкая на толстая. Есть тонкий базовый слой, называемый подкладком, подмалевкой или имприматурой. Он соединяет слой прописи, то есть толстый, следующий основной масляный слой с поверхностью холста или картона, не давая ему возможности потом отслоиться или отвалиться от вашей основы. Он делается на основе жидкости, это лак с разбавителем или разбавитель с льняным маслом. Все зависит от ситуации и поставленной задачи. Он втирается в поверхность и проникает в структуру, в основу грунта, делая первый слой практически сухим сразу же. Я использую все три метода подкладки и подмалевок, и имприматуру, и гризаль. Все зависит от поставленной задачи и от ситуации, которая мне диктует натура. В данной работе я буду использовать подмалевок. Это слой масляной живописи тонкий и цветной, в отличие от той же гризали или имприматуры, которые являются однотональными, одноцветными слоями. Вернее, гризаль она разнотональная, а имприматура она как раз и однотональная. И подмалевок, он имеет тенденцию, как акварельная живопись светится, то есть работает на просвет, то есть холст светится через тонкие слои масляной живописи и работает на просвет. Делая подмалевок под масляную живопись, важно осознавать ее специфику. В масляной живописи присутствует краска, называемая белилами. Как только в нашем материале появляется белило, это гуашь, это масло, это пастель, мы ведем работу от темных к светлым, то есть постепенно высветляя поверхность нашей работы и ведя ее от теней полутонов к бликам. То есть последнее, что прокладывается по материалу, в котором присутствует белил, это самое светлое, это блик на самой выступающей части предмета. Поэтому при написании этого натюрморта я буду действовать от темных. Чтобы составить цвет нашей масляной живописи, мы должны помнить базовое смешение трех первичных цветов. Наши предметы являются желтоватыми, желтовато-зеленоватыми, поэтому я буду смешивать желтое с синим, получая зеленый цвет и домешивая небольшое количество охра, которое тоже является пассивно желтым цветом. Стараясь употреблять минимальное количество белил, я замешиваю цвет, который будет соответствовать тону полутона нашей работы. В него я уже буду добавлять тени. Замешав полутональный слой на основе большого количества жидкости, я протираю, скорее даже втираю этот слой тонкий и достаточно прозрачный, но плотный по цвету в поверхность своего холста. У старых мастеров, у передвижников, которые я, допустим, очень люблю живописи именно эпохи передвижников, вы можете увидеть нетронутый, просвечивающийся сквозь слой прописи, слои подмалевка, и это делает живопись не только легкой, но и высокотехнологичной, то есть из-за отсутствия большого количества краски на работе живопись является более сохранной. Груша у нас чуть-чуть с более желтоватым оттенком, поэтому охры и желтой краски я добавляю сюда больше. Яблоки более холодные, более сине-зеленые, и поэтому синего и желтого цвета в замес добавляется здесь больше. То есть поверхность протирается, втирается, используя щетинные кисти, использую кисть, которая не набирает на себя краски достаточно много, а физически, технически растирает ее по поверхности нашего холста. В тех местах, где у меня будут блики, чтобы не потерять эту точку, я поставлю чуть более холодный слой, в помещении тени теплые, цвета холодные, на натуре, если это солнечный день, у нас цвета теплые, тени холодные, так как в них рефлексирует небо. То есть сейчас мы заложили слой, называемый базовым слоем окрашенности предмета тоном полутона. Полутонов у нас больше всего в натуре, светов у нас меньше, теней у нас меньше, то есть тени достаточно ярко очерчены, выражены, есть даже термин рисунок теней и откровенно самых светлых мест по каждому предмете тоже немного. Большее количество предмета занимает полутон. Этим тоном полутона мы сейчас и заложили базовый первичный слой трех наших предметов. Так как предметы существуют у нас на фоне и вне фона невозможно писать ни натюрморт, ни портрет, нужно сразу же взять отношение предмета к фону. Опять же тоном полутона, средним тоном предмета. По сути у нас живопись выглядит немного декоративной. Это то, к чему потом пришли художники декоративного плана, убрав светотень из работы, оставив только локальные тона и художники в эпохе Матисса, они просто оставив локальные тона предмета сделали живопись необъемной. Но пойдя от среднего тона, сохранив его пятно, они получали все-таки фигуративное изображение. Для того, чтобы получить сложный фиолетовый цвет, опять же мы мешаем красный с синим, мы получаем сложный фиолетовый оттенок. Два первичных цвета дают нам очень красивый вторичный цвет фиолетовый. Но положив этот цвет на работу, мы увидим, что он очень яркий, очень насыщенный, я бы сказал, перенасыщенный. И для того, чтобы усложнить этот цвет и сделать его богаче, я добавляю противоположный оттенок. Синему я добавляю каплю оранжевого, который очень быстро и очень скоро сразу же делает оттенок нашего фиолетового более сложный и более глубокий. И прокрываю себе пятно, добавляя микрооттенки в цвет, то есть можно добавить небольшое количество красного, небольшое количество оранжевого и регулирую светлоту этих предметов, регулируя их белилами. Стараемся соблюдать контурность предметов, если нужно поправить их по внешнему обрезу, мы можем фоном поправлять предметы, но за намеченный наш, за намеченный контур, за намеченные границы мы не заходим. На большом, на активном количестве добавления жидкости я пишу на лаки с разбавителем по советам реставраторов. Не меняю уже достаточно долго эту смесь и на большом количестве жидкости я проливаю Наш холст закладывает два отношения предметов и фонов. Тени пока еще не вводятся, так как мы находим основные тональные и цветовые отношения предмета и фона. Протерев таким образом наши предметы, мы получаем два пятна и на данном этапе мы еще можем отрегулировать их степень темноты, цветности перед стадией введения теней. В масляной живописи есть специфика того, что темные краски, даже лежа на палитре, вы зачастую не можете определить их цвет, они сливаются в единое целое. То есть темные краски работают или в разбеле, или на просвет. И если вы посмотрите у старых мастеров, все тени у них остаются прозрачными, жидко протертыми, они редко нагружали тени. В исключительных случаях, если работа требовала какой-то глобальной переделки, они могли позволить себе нагрузить тени, но чаще всего тени решались на первом подмалевочном этапе работы. Поэтому после введения основного тона-полутона я начинаю решать домешивать тени в свои предметы. Начну я с груши, которая у меня и началась первой. В помещении тени у предметов теплые цвета из окна идущий свет дает холодный оттенок, поэтому в тенях я добавляю теплые краски, сиены, добавляю коричневые. Можно мешать уже или с желтым-синим, получая зеленый, или брать зеленый теплый оттенок, травяную зеленую, можно взять веридоновую. И активно утемняем тень, также работая в протирку, также работаю кистью, растирая или проливая красочный слой, жидко по работе. Очень многие забывают о, в принципе, трехслойности масляной живописи и действуют сразу же очень густо по поверхности. Я сам был лично свидетелем работ, которые отслаивались со временем из-за несоблюдения вот этой троичности слоев, из-за того, что густой слой, который был положен сразу же на поверхность холста, со временем терял из его нижлежащих слоев масло и образовывалась сухая поверхность, достаточно слабая для сцепления с основой, и краска отшелушивалась, отпрыгивала от холста, как луковая шелуха. Поэтому первый слой, он всегда должен быть проложен жидко. Точно также, добавляя теплые краски в замес для наших яблок, которые мы также прокладывали одними из первых, мы начинаем затеплять теневые места, делая их гуще, темней и, самое главное, теплей. Еще раз повторяюсь о том, что эта специфика, она характерна для помещения в натурной живописи, в живописи пленэрной. Все зависит от цвета солнца. Если это пасмурный день, то это холодные цвета, теплые тени. И на этом этапе надо максимально красиво, максимально глубоко попытаться попасть в теневые места, чтобы трогать их уже минимально. Точно также, меняя кисть, хотел уточнить, что для каждого предмета я беру отдельную кисть. Я беру кисть, которая не будет подмешивать оттенки соседних предметов в локальный цвет окрашенности данного предмета. Есть ошибка, что локальным цветом считают цвет предмета без учета освещения. И даже делают очень смешные вещи, когда подходят и пытаются положить на предмет цвет, замешанный на палитре, пытаясь попасть в его оттенок. Но локальный цвет меняется и в зависимости от освещения окружающей среды, влияния на предмет фона, солнца, рефлексов. Поэтому локальным цветом является его оттенок в данный период времени и в данные обстоятельства. Я ввожу теплые тени по поверхности нейтрального фона, полутонового, делая темными, густыми места под предметами. Играет музыка Играет музыка